Привет всем любителям стратегических игр и Сидмерс Цивилизейшн 6. Вчера Фераксис внезапно выпустила патч к шестой циве, никто не ожидал, а вот произошло. Хоть мы все ждем анонсы седьмой цивилизации, но приятно, что и про шестую не забывают. Главное изменение это поправили четырех лидеров из последнего дополнения лидер пасс. Юлий Цезарь, его способность Винни Видевичи раньше давала 200 золота, когда вы захватывали первый раз город, и 100 золота, когда вы зачищали варварский лагерь. После открытия стали количество золота увеличилось до 500. Очень странная способность, потому что и золота мало давала, вам намного больше надо вложиться, в разы больше вложиться в армию, чтобы захватить город. Ну а лагерь всего 100 золота по сравнению со способностями других цивилизаций. Это было смешно, и мало кто вообще за Юлия Цезаря играл. Теперь же Рим под управлением Юлия Цезаря получает 300 золота за захват города и за захват варварского лагеря. Кроме того, стоимость повышается до 500 после открытия обработки металла, и до 700 после открытия стали. Кроме того, юниты получают плюс 5 к боевой мощи в битвах против варваров. И, как написано в описании, стандартное количество опыта. Тут надо объяснить некоторые особенности получения опыта в 6-й циве. Когда вы воюете с варварами и с юнитами городов-государств, ваши юниты получают опыт только до 2-го уровня. Потом они начинают получать по 1 экспе. Так вот, у юнитов Юлия Цезаря этого ограничения нет. Правда, нет только против варваров. Против городов-государств всё ещё такое ограничение имеется. Вот это уже интересные бонусы, и мне даже захотелось именно за Юлия Цезаря записать следующее прохождение на божестве против искусственного интеллекта. Изменили способность у лидера Китая Уцзэ Тянь, которая называется «Искусство оболгать невиновного». Раньше шпионы действовали на 1 уровень выше, если делали операции в чужих городах. Теперь шпионы действуют на 1 уровень выше вообще везде. Раньше, если шпионская операция в чужом городе проходила успешно, то она давала 50% культуры и науки, которую целевой город сгенерировал за ход. Теперь же будет давать 100% культуры, науки и веры, сгенерированным целевым городом за ход. Получение бесплатного шпиона после открытия оборонительной тактики так и осталось. А вот ещё что нового добавилось, что теперь можно покупать шпионов за веру. Интересная особенность, правда у Китая нет никаких бонусов на эту самую веру, но обычно хоть какая-то вера у цивилизации капает. И вот эта способность покупать шпионов за веру, а напомню, что все остальные их могут только строить, даже за золото шпионов нельзя купить, по-моему, неплохой бонус. Изменили способность Харальда Сурового Варяга, Варяжскую Стражу. Раньше Харальд Варяг получал скидку на 75% при найме юнитов у городов-государств и содержание всех юнитов стоило на 2 золота в ход меньше. Теперь же к этому добавилось, что мобилизованные юниты будут получать культуру, веру и науку за убийство в размере 50% от боевой мощи противника. Ну то есть убиваете юнит с силой 10 и получаете 5 культуры, 5 веры и 5 науки. Кроме того, уникальное здание Норвегии Ставкирка будет вам давать еще и одно влияние в ход. Все равно, по-моему, способность на найм юнитов у Венгрии выглядит посильнее, но это хотя бы как-то можно использовать. У меня есть запись игры как раз за Харальда Сурового Варяга и там я отставал именно в развитии за счет того, что приходилось воевать постоянно, а война мало что давала. В общем, надо проверять, насколько теперь Харальд Суровый играбелен. Также изменили Авраама Линкольна. Раньше его способность прокламаться об освобождении давала индустриальным зонам 3 лояльности в ход, но плантации при этом забирали 2 лояльности в ход. Также при постройке индустриальной зоны и зданий в ней вам давали бесплатного рукопашного юнита. Эти бесплатные юниты не требовали ресурсов на содержание и получали плюс 5 к силе. В общем-то, единственное, что изменили, это то, что индустриальные зоны теперь дают не плюс 3 лояльности, а плюс 2 счастья и 3 лояльности. Из изменений лидеров это все. Дальше по мелочи. Изменили место появления Нзингем Памбе, а также то, что она теперь больше не любит тех, кто рядом с ней уселится. Поправили появление варваров на сложности бессмертные выше. Может, сейчас их побольше будет, не знаю. Также исправили баг, при котором не чинилась дамба. И неправильную работу второй адженды у Сулеймана в Атаманской империи. В общем-то, вот все поправки. Мне кажется, лидеров, особенно Юлия Цезаря и Харальда Сурового, интересно поправили. Теперь их можно будет использовать в игре. Ну, а ваши впечатления хочу прочитать в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.